Федеральная программа «Десятилетие детства» реализуется в Республике с 2018 года. Каких результатов удалось добиться и что еще нужно сделать, об этом сегодня говорили на заседании Совета при главе Республики. Детство должно быть счастливым, безопасным, комфортным. А это значит, что окружающая среда, инфраструктура, образование и отдых – все затачивается под интересы подрастающего поколения. Ведь это будущие кадры для Республики. Повышенное внимание дополнительному образованию. Им должно быть охвачено не менее 80% детей. Для детей необходимо нам создать все возможности для самореализации. И это наша задача. И через это максимально их еще и удержать, создать привлекательной жизни в Чувашии. И с точки зрения социальных условий, с точки зрения рабочих мест и будущей профессии. Под особой опекой государства дети, страдающие хроническими заболеваниями. Чтобы повысить качество медицинских услуг, в Республике в ближайшее время начнут строить дополнительный корпус на базе Республиканской клинической больницы. И закупят современное оборудование. Кроме этого, планируется организовать детские службы реабилитации и увеличить количество специалистов в этой сфере. Разумеется, благополучие семьи с детьми во многом зависит и от их материального положения. Планируется рост получателей мер социальной поддержки семьи с детьми. Так, к концу 2027 года планируется обеспечить жильем не менее 92 многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей. Семьи с детьми получают такую форму поддержки по 48 направлениям на сумму более 18 миллиардов рублей. Относительно 2019 года, если мы посмотрим, то рост практически в два раза. Особое внимание уделяется многодетным семьям, которых в Республике уже порядка 15,5 тысяч. Их количество относительно 2012 года, напомню, выросло более чем на 85%. И надеемся, что этот тренд у нас будет продолжаться. Очень важная тема – безопасность детей на воде, дома, на дорогах. Особенно обостряется этот вопрос с началом летних каникул. При чрезвычайных ситуациях дети теряются и не знают, кому обратиться за помощью. Не умеют принимать правильные решения. Значит, профилактическую работу надо усилить. С начала года у нас уже погибли дети на воде. У нас есть травмированные дети при пожарах. В том году мы потеряли троих детей. Все субъекты профилактики должны заниматься данными проблемами. В летние смены в загородных лагерях мы пытаемся обучить их плаванию. Пытаемся дать основы безопасной деятельности. Показать, где возникают пожары, от каких источников. То есть учим их тем литературным требованиям, которые можно предотвратить. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика.